Обустройство новых детских площадок, реализация проекта «Город для жизни», реставрация стелы с пакетботами в Петропавловске – все это задерживается или может задержаться из-за логистического коллапса во Владивостоке. Поставки бетона, детского оборудования и спортивных снарядов, световых опор подрядчикам до сих пор приходится ждать от двух недель до пары месяцев. Допустим, на стеле пакетботы, которые делаются в рамках программы формирования комфортной городской среды, должны быть установлены столбы освещения, которые на сегодняшний день у нас изготавливаются, и существуют возможные риски точно так же с доставкой их из Владивостока. Два месяца они могли доставить опоры освещения для нашего сквера по Циолковского 30, который также благоустраивается в рамках той же федеральной программы «Комфортная городская среда». У дорожников были проблемы по фонарям, которые необходимы для установки их на линиях наружного освещения. Подобная ситуация сложилась и в других дальневосточных регионах, зависимых от морских поставок. Это Магадан, Сахалин и Чукотка. Как отметил губернатор Камчатки на заседании Комитета по экономической политике в Совете Федерации, ситуация только усугубляется. Владимир Солодов предложил задействовать систему фаст-трека, то есть быстрого обслуживания грузов, которые перевозятся морем внутри России.